Шокирующие ДТП в Таразе. Машина на огромной скорости сбила пешехода. Его разорвало на части. Улететь из Нур-Султана смогут только синие и зелёные. Столичный аэропорт будет работать по приложению Ашек. За границей начали вакцинировать от ковида детей. Будут ли в Казахстане делать укол несовершеннолетним? У детей пока и нет сложного течения, но ситуация может меняться. В Усть-Каменогорске полыхает мусорный полигон. Потушить свалку мешает ветер. О главных событиях в стране и мире расскажут вам корреспонденты КТК. Я Камила Жусупова. Здравствуйте. В Таразе нашли виновника жуткой аварии, в которой погиб пешеход. Удар был такой силой, что 67-летнего мужчину буквально разорвало на части. Водитель с места скрылся и полиции пришлось объявить план перехват. По словам очевидцев, 19-летний парень за рулём Лексуса даже не затормозил. И после столкновения поспешил уехать. Но позже он всё же сдался полиции. Известно, что погибший пенсионер возвращался из магазина и переходил дорогу в неположенном месте. Впрочем, в деталях происшествия полицейские ещё разбираются. Разыскиваемый водитель через некоторое время после совершения ДТП с повинной явился в управление полиции города Тарас. За прошедшие сутки было совершено три ДТП. Одно со смертельным исходом. При пересечении дорог убедительная просьба. Для вашей же безопасности просим соблюдать правила дорожного движения Республики Казахстан. Вокруг Караганды внезапно появились санитарные блокпосты. Население уже начало переживать, но выяснилось, что волноваться не стоит. Между тем, в предстоящие выходные медики призывают не собираться большими компаниями и, конечно, носить маски. А в Ак-Тубе, как только закончатся праздники, школьники вновь вернутся за парты. Репортеры КТК следят за происходящим на местах и прямо сейчас расскажут подробности. Западноказахстанская область находится в красной зоне почти два месяца. Каждый день у нас регистрируют порядка 150 новых случаев, иногда и больше. А это говорит о том, что послабление карантинных мер ожидать пока не стоит. Но если к закрытию рынков и торговых центров по выходным люди как-то приспособились, то блокпосты на въездах в город вызывают ряд нареканий. Людям из районов, которые привыкли решать многие дела именно в областном центре, нужно либо получить специальное разрешение на проезд, либо сидеть дома. Санврач уверяет, мера вынужденная. Слишком много контактных, которые должны соблюдать самоизоляцию. Спокойно курсируют по всему региону и буквально разносят заразу. В период выставления блокпостов выявлено 383 карантинных нарушений. То есть люди до сих пор без регистрации, без причин приезжают в город. Есть люди, которые были в контакте, есть контактные без симптомов. Поэтому на сегодняшний день в связи с ситуацией по коронавирусной инфекции данное мероприятие будет продолжено. Власти надеются, что благодаря блокпостам удастся разорвать цепочку заражений и заболеваемость пойдет на спад. В самом же Уральске при этом меры сильно не ужесточают. Многим заведениям, например, кинотеатрам, боулингам, ресторанам разрешают работать при использовании приложения Ашик. При этом теплая погода берет свое. По вечерам парки и площади полны людьми. Однако гулять можно лишь до полуночи. В области до сих пор действует запрет на передвижение по городу после 12 ночи. Выйти на улицу можно лишь зарегистрировавшись на специальном сайте и в случае крайней необходимости. Далее о ситуации в другой красной зоне в Карагандинской области. В Карагандинской области за минувшие сутки зарегистрировали 250 заболевших коронавирусом. Регион вновь занял лидирующие позиции по приросту. Но пугающе звучит только статистика. Сами жители выглядят очень спокойными. Впрочем, напугать шахтерский край все-таки удалось. При въезде в областной центр неожиданно появились блокпосты. Горожане, вспомнив прошлогоднюю картину в жанре суровый реализм, стали делиться пугающими кадрами в социальных сетях. Но оказалось, что это лишь декорации для съемок фильма про первую волну коронавируса. Организаторам в итоге пришлось извиняться перед земляками. Для того, чтобы дать больше правдивости фильму, был выставлен блокпост. К сожалению, не все были оповещены о том, что этот блокпост выставляется для съемок фильма. Перед карагандинцами и гостями города мы приносим извинения, если доставили кое-какие неудобства. Надеемся, что фильм получится хорошим. Пока же бизнесмены делятся хорошей новостью. Им удалось получить разрешение работать в праздничные дни. А вот в субботу и воскресенье торговые дома и базары закроют. Все надежды жители красной зоны возлагали на парки и скверы. Но синоптики прогнозируют дожди. Власти пообещали не останавливать вакцинацию. В выходные дни планируют запустить передвижные прививочные пункты, поскольку ТРЦ будут закрыты. Все желающие смогут сделать укол в парке, сообщают медики. Наряду со спутником и козваком там собираются представить и китайский препарат. А теперь о ситуации в Актюбинской области. Слово моей коллегии. Актюбинская область укрепилась в желтой зоне и теперь в регионе постепенно смягчают карантин. Только рады этому не все. В частности, родители школьников встретили новое постановление с недоумением. Согласно документу, сразу после праздников все учащиеся должны вернуться за парты. Актюбинцев такая новость, мягко говоря, бескуражила. В первую очередь, потому что до конца учебного года остается всего две недели. И родители просто не понимают, зачем отправлять детей в школы именно сейчас. Тем более, почти всю программу они прошли в дистанционном формате. Но постановление уже вступило в силу. А значит, 11 мая учащиеся с 1 по 11 классы продолжат обучение в очном формате. Возобновляется обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся. Чистос детей в классах не более 25 человек. Обучение в комбинированном формате 70% предметов в штатном режиме, 30% в дистанционном. А вот предприниматели послабления встретили с восторгом. Ведь они давно этого ждали. Самое значимое для бизнеса то, что рынкам, торговым домам и ТРЦ разрешили работать по выходным. Клиентов теперь могут смело принимать кафе и рестораны. Хоть и с оговоркой заполняемость до 50%. Но банкетные залы все еще под запретом. То есть проводить коллективные мероприятия, то и застолья все еще нельзя. А время работы общепита только до полуночи. Заработают и аттракционы на открытом воздухе. А вот закрытые детские игровые все еще под запретом. Не откроются пока и бильярдные, боулинг-клубы и караоке. Исключение только для тех, кто стал участником проекта АШИК. Репортеры КТК с коронавирусным обзором из регионов. Сейчас предлагаю посмотреть на нашу карту распространения ковида. На ней опять произошли изменения. Шимкенту потребовались всего сутки, чтобы выйти из красной зоны. А затем снова в нее войти. А вот Жамбылская область сумела перескочить желтый отрезок. Из опасного сегмента она сразу оказалась в зеленой зоне. В итоге Нур-Султан, Алматы, Шимкент и еще четыре региона красные. Благоприятная обстановка в Костанайской, Североказахстанской, Жамбылской и Туркестанской областях. Остальная территория республики желтая. Столичный аэропорт усиливает меры безопасности. С понедельника там внедряют приложение АШИХ. То есть попасть внутрь здания можно будет только здоровым людям, имеющим синий и зеленый статусы. Поэтому уже сейчас руководство воздушной гавани просит пассажиров, а также провожающих заранее скачать программу и проверить свой цвет. Гражданам с желтым или красным статусами вход запретят. Аналогичные меры безопасности с 21 мая внедряет и аэропорт Алматы. При всем этом руководство не несет ответственности за несостоявшийся перелет. Тем временем предпринимателей, желающих работать с системой АШИХ, каждым днем становится больше. Накануне главный санврач столицы расширил список участников. В него вошли караоке, концертные залы, океанариум, бильярдные. А также будут разрешены беговые марафоны, выставки, спортивные мероприятия со зрителями. Изменится и график работы торгово-развлекательных центров, не участвующих в проекте. Они будут открыты до 10 вечера, кроме субботы и воскресенья. Если же в ТРЦ есть пункт вакцинации, то деятельность разрешена и в выходные дни. В Казахстане продолжает расти число смертей от COVID-19. За сутки скончались еще 25 человек. Общее число зараженных по стране превысило отметку 337 тысяч. Накануне инфекцию подхватили 2840 казахстанцев. Что касается новых больных пневмонии, их значительно меньше всего 101 случай. Шесть закончились летальным исходом. Абсолютным лидером по приросту COVID-положительных остается Алматы. Здесь прибавилось 689 зараженных. В Нур-Султане на сотню меньше. В Шемкенте плюс 139 пациентов. А теперь посмотрим на статистику. В регионах в Алматинской области заболели 229 человек. В Акмолинской – 137. На 8 больше в Западном Казахстане. Первенство по новым случаям удерживает Шахтерский регион. Там за сутки выявили 250 инфицированных. По Владарской области заразились 119 жителей. Наименьший прирост по стране зафиксирован на севере страны. Всего 23 новых случая. Казахстан поможет Индии в борьбе с коронавирусом. Касымжимар Токаев поручил отправить в страну крупную партию средств индивидуальной защиты. Это 6 миллионов медицинских масок, 400 тысяч респираторов и 50 тысяч противочумных костюмов. Также больницы получат 105 аппаратов ИВЛ казахстанского производства. Сегодня Индия поставила новый рекорд по суточному приросту больных ковидом. За 24 часа там выявили почти 415 тысяч зараженных. При этом страна вышла в лидеры по скорости вакцинации. Прививку сделали порядка 165 миллионов человек. Сербия тоже активно проводит иммунизацию. Там укол здоровья поставили 30% населения. Оставшиеся 70% решили мотивировать финансово. Власти объявили акцию. Каждый, кто сделает прививку до 31 мая, получит по 25 евро. А во Франции, чтобы увеличить темпы, разрешили вакцинировать каждого желающего, вне зависимости от возраста. Правда, только с 12 мая. Казахстанцы все-таки смогут получить вторую дозу вакцины через 21 день. Об этом говорится в новом постановлении главного санврача республики. Правда, такой интервал называют исключением из правил. Совсем недавно медики заявили, перерыв между двумя компонентами составит от 45 до 90 дней. Это вызвало бурную реакцию. И вот теперь опять изменения. Отмечу, в Казахстане прививку от коронавируса сделали больше полутора миллионов человек. Вопросов становится все больше. А мы ищем ответы вместе с экспертами. Алтын Мендебаева выслушала специалистов. При заболеваниях сердца делать прививку нужно с осторожностью. Вакцинироваться можно только в стабильном состоянии. Острым, к примеру, считаются нарушения мозгового кровообращения или инфаркт миокарда. В этом случае укол необходимо отложить. Медики настоятельно рекомендуют сделать ЭКГ и проконсультироваться с лечащим врачом. То же самое касается и хронических заболеваний. Вакцинацию проводят только спустя месяц после выздоровления или ремиссии. К хроническим заболеваниям сердца относятся миокардиты, перикардиты, воскулиты, состояние после инфаркта миокарда, ишемическая болезнь сердца. Вот эта вся патология является противопоказанием для вакцинации. Перед любой вакцинацией необходимо проходить обследование. Это сделать тот минимум, который покажет, есть ли у вас какой-то воспалительный процесс. Это показывает даже общий анализ крови, клинический анализ крови с СОЭС. Я из Алматы. Хочу спросить. Слышала, что за границей начинают вакцинировать подростков. Будет ли у нас вакцинировать детей? И подходит ли им какая-то вакцина из тех, что есть у нас в стране? По статистике, дети болеют ковидом легко или бессимптомно. Врачи говорят о необходимости вакцинации из-за того, что тяжелые последствия все-таки не исключены. Тестировать спутник ВИН о детях в России могут начать уже летом. Доза препарата будет регулироваться в зависимости от возраста и веса. В случае необходимости концентрацию будут понижать. Эксперты говорят, для каждой возрастной категории нужна определенная модель вакцины. К слову, Канада первой в мире разрешила прививать от коронавируса детей с 12 лет американским Pfizer. Никто не скажет, что Pfizer сегодня безопасен для детей на основании такого короткого промежутка времени. Для детей важны аллергические реакции, наличие аутоиммунных заболеваний, аллергических реакций. Мы знаем, что дети наиболее сильно аллергизированы, чем взрослые. У детей пока и нет сложного течения. Но ситуация может меняться, вирус может мутировать. Поэтому это необходимо делать и уже сейчас. Предположительно, основным противопоказанием для малышей будет именно тяжелая аллергическая реакция на любой из компонентов препарата. Ну а пока врачи рекомендуют как можно тщательнее следить за безопасностью детей. У Беларуси появилась собственная вакцина от коронавируса. О создании препарата сегодня заявил президент Александр Лукашенко. Правда, пока о массовом производстве речь не идет. Белорусские ученые не торопятся из-за появления новых штаммов. При этом Лукашенко призвал своих граждан, особенно пожилого возраста, пойти и сделать прививку. Казахстанцы, которые поддерживают отечественного производителя, рассказывают в дневниках вакцинации на КТК об учащениях после КАЗВАК. Многие отмечают, что побочных эффектов наша прививка почти не вызывает. Сегодня истории жителей Нурсултана и Петропавловска. 27 апреля я вакцинировался нашей казахстанской вакциной КАЗВАК. До этого у меня была консультация с участковым врачом. После вакцины никаких побочных эффектов не было. Пришел домой. Единственное, болело место укола только пару дней, но потом все прошло. Температура, озноба, каких-то других неприятных моментов не возникало. Поставил я пока что только первый компонент. 18 числа, то есть 18 мая, я поеду обратно получать второй компонент. Казахстанской вакциной КАЗВАК я вакцинировалась 26 апреля. Тот же день, когда ее привился наш министр здравоохранения Алексей Цои. Вторая вакцинация у меня 17 мая. После прививки просто болело вместо укола. То есть укол ставит вот сюда, и у меня вот болела вот эта рука. Но на следующий день все прошло, и к этому часу чувствую себя замечательно. Решила привиться именно к Казахстанской вакцине, потому что верю нашим ученым, разработчикам этой вакцины. Я для себя сразу решил, что буду прививаться. После того, как узнал, что проходит вакцинация. Вакцину выбрал я КазВАК, Казахстанскую. После получения прививки чувствовал себя хорошо, побочных эффектов не было. И я считаю, что прежде всего прививаться нужно, чтобы сохранить свое здоровье, здоровье семьи. Чтобы победить побыстрее вот эту страшную болезнь. Казахстанцы, привитые отечественным препаратом, рассказали, как перенесли укол. И вот о чем расскажем далее. В Усть-Каменогорске не могут потушить мусорный полигон. В Алматы по непонятной причине гибнут голуби. Воздушный шар оставил жителей Шимкента без света. Таким образом, расскажем сразу после рекламы. В Казахстане сегодня отмечают День защитника Отечества. Первым поздравил граждан с праздником Касамжумар Токаев. Президент поблагодарил военнослужащих страны за безупречную службу. И подчеркнул, что стране необходимо и дальше укреплять свою обороноспособность. Красным днем календаря 7 мая стало ровно 9 лет назад. Когда Дню защитника Отечества придали статус официального государственного праздника. Казахстан признан во всем мире в качестве миролюбивого и ответственного государства. Обладающего значительными экономическими и гуманитарными возможностями. А также серьезным военным потенциалом. Государство уделяет особое внимание всесторонней поддержке истинных патриотов, посвятивших себя исполнению воинского долга и беззаветному служению Родине. Наша задача и впредь укреплять ее обороноспособность в новых геополитических реалиях. В Искаминогорске снова горит городская свалка. Неделю назад полигон уже был в огне. И вот стихия опять охватила площадь примерно в один гектар. Пожар начался вечером. Город накрыло плотным дымом от полыхающего мусора. И сегодня его мешает потушить сильный ветер. Спасатели борются с огнем в круглосуточном режиме. Полигону бытовых отходов больше 60 лет. И почему он загорелся опять, пока выясняют. Но жители подозревают, что не обошлось без участия местных бездомных. Всего задействовано 7 единиц техники и более 30 спасателей. Также работает техника местных исполнительных органов в составе двух единиц. Один бульдозер. Усложняет тушение пожара начавшийся сильный ветер в регионе. Большие склады мусора, составляющие в глубину порядка 40-50 метров. А также вновь возникающие новые очаги пожара. По причине отрабатывается версия неосторожное обращение с огнем и поджог. В Павлодарской области экологи выясняют причину массовой гибели рыбы. На одном из водоемов местные жители обнаружили сотни тушек окуней и карасей. Все произошло в Ахтугайском районе. Берег озера Шаганак усеянный мертвой рыбой обескуражил людей. Они сразу заявили, мор произошел по вине местной рыбинспекции. Мол, в зимний период на водоеме не прорубили лунки, чтобы рыба получала кислород. Специалисты с местными жителями согласились. По предварительной версии, рыба действительно погибла из-за промерзания озера. Проблемная история в Шемкенте. Там возмущаются жильцы многоэтажки, по соседству с которой начали строить другой дом. Люди говорят, на этом месте им обещали построить парк. Но вместо деревьев и заветного сквера появилась лишь тяжелая техника. Встревоженные горожане уверены, стройка, что ведется вплотную к их домам, печально скажется на них. Жители этого дома возмущены новым соседством. Говорят, пять лет назад на этом самом месте уже пытались начать стройку. Но тогда разрешение на еще одно здание на маленьком участке чиновники не дали. И пообещали людям разбить там парк. И вот на днях на участке снова появилось ограждение. И плакат, что строить здесь все-таки будут. Но не место для отдыха, а новую многоэтажку. В 2016 году они пришли и говорили, вот мы здесь вам построим дом. Мы были против. Разрешение им государство не дало. Спустя пять лет, вот сейчас они приходят уже с готовыми документами, с разрешением. Извините меня, за пять лет у нас что, что тут земля выросла, да? Как оно у нас тут увеличилось? Как можно было, если в 2016 году не дали разрешение, как они могли дать в 2019, в 2021 году? По словам жильцов, старые и новые дома расположены слишком близко друг к другу. Люди переживают за то, что стройка может повредить их коммуникации и само жилье. Боятся и за детей, которые обычно играют там, где теперь ездит тяжелая техника. Мы смотрим из своих окон, и нам и так видно все, что происходит в соседних домах. А теперь этот дом будет вообще за 20 метров от нашего дома. Наши коммуникации проходят под землей. Мы боимся, что появятся трещины, когда они начнут рыть котлован. И где теперь играть нашим детям? Под колесами их техники? В строительной компании отрицать не стали. У них грандиозные планы. Хотят построить дом в шесть этажей. Уверяют по бумагам, земля принадлежит им, и стройка с властями загласована. Жильцам лучше принять все как должное. Давайте мы поговорим и решим все вопросы. Поскольку земля моя, и находится она в моей собственности. У меня есть разрешение на строительство из ГАСКО. Все документы в порядке. Если государство выкупит это место у меня и даст мне вместо него другой участок, я согласна пойти на такую сделку. Застройщица предложила жильцам возвести детскую площадку. Правда, у нового дома. Люди категорически отказались. Говорят, будут требовать, чтобы прокуратура проверила строительную фирму. А главное, как она получила разрешение на новый дом. Подозревают, что у фирмы карт-бланш. Отец владелица, влиятельный в прошлом региональный чиновник. Станислава Хапина, Бейба Тарганбаев, Бека Беев, Евгений Сергеенко, КТК «Шимкент». Алматинцев обеспокоила массовая гибель голубей. В центре города нашли больше 20 тушек. Местные жители предполагают, что пернатые отравились. У них у всех изо рта шла пена, а потом и кровь. И они где-то в течение буквально нескольких часов умерли у меня на глазах, пока я выясняла, какой антидот. И вот у меня даже есть антидот этот в коробке, но я, к сожалению, не успела. Умирающих птиц вдоль дороги Анастасия Мигунова обнаружила сегодня утром. Женщина вышла покормить пернатых, но им было уже не до еды. Голуби еле шевелились. Неравнодушная алматинка сразу же позвонила ветеринарам и пошла за лекарством. А когда вернулась, спасать было некого. Что стало причиной смерти, пока неизвестно. Отмечу, похожий случай зафиксировали в Алматы в конце марта прошлого года. Тогда пользователи соцсетей опубликовали информацию о мертвых голубях в парке 28 панфиловцев. После экспертизы специалисты исключили инфекционные заболевания и отравления. А в Акимате предположили, что птицы умерли от голода. Жители алматинского ЖК не рады новым квартирам. Жалуются. Дома уже буквально разваливаются, а в КСК ничего не делают. На гаэтажках не работают лифты, в подвалах вода, от которой завелась плесень, а в дождливую погоду протекает крыша. Людям обещают все исправить, но сроки каждый раз сдвигаются. Жители проблемного комплекса «Восточка» собирается не в первый раз. Утверждает, дом сдали в эксплуатацию еще в прошлом году, но жить до сих пор приходится, как на стройке. На встречу с возмущенными неоднократно приезжали представители застройщика и чиновники. Все недочеты обещали устранить. Вот только люди словам уже не верят. Когда мы заехали, мы осознали, что очень много есть недоделок со стороны застройщика. То есть во время дождя у нас затапливают подвалы. Также у нас люди, проживающие на девятом этаже, постоянно жалуются на то, что их квартиры затапливают. То есть есть проблемы с крышей, которые также застройщик не решает. Жильцы опасаются, что постоянно затопленный подвал может привести к обрушению. К тому же собственники не понимают, за что они вообще платят КСК. В подъездах, мол, никто не убирает. А сегодня отключили горячую воду. И стены уже сыреют, и все отваливается. И подвал, и такая же история. Дон рухнет через год. Когда же это будет? До каких пор? Они уже сдали, считается. И КСК бездействует. Вот мы платим им за это самое, по 50 тенге с квадратного метра в КСК. А полы не моются, потому что у них нету, ни дворников нету, все поувольнялись. Мы сами подметаем, мы сами моем, а платим деньги КСК. А вот представители КСК виновными себя не считают. Говорят, в курсе всех проблем и недочетов. И сейчас активно работают, чтобы их устранить. Первостепенно застройщик взял обязательность себя довести все до конца. До 15 мая были взяты обязательства. На данный момент мы можем наблюдать. Ведутся ремонтные работы полностью по всему ЖК. Что касается и затопов крыш, и подвалов. По подвалам ведутся ремонтные работы. Есть вопрос по затоплениям подвалов. Этот вопрос как на контроле стоит у всех. Представители застройщика рассказали. Работа по благоустройству и озеленению территории в самом разгаре. Дефекты тоже исправят. Все работы обещают завершить до 15 мая. Альбина Унирбаева, Вячеслав Тимофеев, КТК Алматы. В Шемкенте воздушный шар оставил людей без электричества. Несколько десятков семей вторые сутки сидят без света. Летательный аппарат сдуло ветром, и он упал на линии электропередачи, наделав немало шума. Авария произошла в тот момент, когда воздушный шар уже готовились убрать, поэтому в гондоле никого не оказалось. Сильный ветер унес аэростат, который в итоге приземлился на линию электропередачи. Случилось короткое замыкание. Без света остались 4 микрорайона и несколько тысяч абонентов. Электрикам пришлось всю ночь устранять последствия ЧП. Полицейские начали расследование. Владельцу шара может грозить крупный штраф. Где-то 25 абонентов все еще остаются без света в связи с тем, что работа объемистая. Сломаны железобетонные опоры и где-то около 2-3 километров воздушная линия ВЛ. Сейчас полностью ночью все вчера совместно с ООНСК «Жар в транзит», «Хватшлу», «Орталок», совместно с их специалистами ночью были восстановлены все эти работы. Нужна помощь. Войскаминогорский ребенок без иммунитета. Трехлетний Андрей страдает редким заболеванием – синдромом Бискотта Олдрича. Любые травмы и инфекции могут стоить ему жизни. Спасти мальчика может только операция по пересадке костного мозга. Но на это нужна огромная сумма денег, которой у родителей нет. Булочка с чем у нас там? С повидлом? Андрюша любит, да? Трехлетний Андрей с виду кажется обычным активным ребенком. Лишь непроходящие синяки и сыпь на теле выдают болезнь. Обследования показали, что у него низкое число тромбоцитов в крови и редчайшее генетическое заболевание – синдром Вискотта Олдрича. Это означает отсутствие у малыша иммунитета. Мы были ужасно напуганы, потому что заболевание просто так медикаментозно не лечится. Это лечится трансплантацией костного мозга. Сдали мы анализ на синдром Вискотта Олдрича. К нашему несчастью диагноз подтвердился. Мы начали искать клиники. Любая серьезная травма или болезнь могут привести к летальному исходу. Пересадку костного мозга мальчику могли бы сделать в Казахстане. Но пока не было таких прецедентов и большие сложности с подбором донора. Поэтому родные нашли клинику в Германии, где делают такие операции. Стоимость 240 тысяч евро. Сумма неподъемная для семьи. 240 тысяч евро. Это цена жизни нашего ребенка, нашего здоровья. Сумма очень большая, поэтому мы открыли сбор. Мы очень верим в добрых и отзывчивых людей, которые помогут нам собрать эту сумму. Потому что нам очень нужно спасти этого ребенка. Это наш смысл жизни. Впрочем, половину суммы 146 тысяч евро семья уже собрала. Но для спасения маленькой жизни этого, увы, недостаточно. Поэтому родители просят помочь. Помочь увидеть, как Андрей пойдет в школу, закончит ее и будет долго жить. Елена Назирова, Ростислав Захаров, КТК, Усть-Каменогорск. В Казахстане снова испортится погода на празднике. Синоптики сделали прогноз на ближайшие три дня. На территории нашей страны смещается циклон из районов Прибалтики. Он принесет дожди сначала в северо-западные регионы, а затем и на остальную часть республики. Тем не менее, в южных областях похолодание не ожидается. Точный прогноз именно для вас прямо сейчас. Продолжение следует... Это все, чем мы хотели рассказать вам сегодня. Я и информационная команда КТК прощаемся с вами и желаем вам приятных выходных.